Привет! С вами Корней. Сегодня, размешивая чай в кружке, я обратил внимание, что на поверхности чая образуется воронка. Образуется она за счёт центробежной силы. Это всё легко объяснимо. Эта сила заставляет чай оказаться на стенках сосуда. И в результате на поверхности образуется вот такая воронкообразная форма. Это всё понятно. Но тут я вспомнил о теории относительности. Согласно ей, мы можем любой объект считать неподвижным. А все остальные объекты, двигающиеся относительно него. И поэтому я имею полное право рассматривать чай, находящийся в чашке, как неподвижный. И считать вращающимися вокруг него кружку, кухню и всю Вселенную. Это будет абсолютно корректно с точки зрения теории относительности. Но тогда у меня возникает вопрос. Если я буду рассматривать таким образом, то за счёт чего возникает воронка в чае? Каким образом вращающийся вокруг чая мир может создавать воронку? Мне подобные силы неизвестны. Ну и кроме того, можно ведь брать не весь мир. Возьмём отдельного человека. Он тоже частицы мира. И должен создавать подобные же силы. Но может быть просто в несколько меньшем объёме. Если человек будет бегать вокруг чашки с чаем, он этот чай никогда не размешает. Сахар в нём не растворится. Я думаю, никто даже не будет пытаться подобным образом размешать сахар в чай. Всё это ставит меня в некоторый тупик. Потому что, с одной стороны, я понимаю, что теория относительности верна. С другой стороны, согласно ей, бегающий вокруг чая человек должен создавать воронку. Но тогда, бегающий вокруг чая человек должен создавать какую-то силу, которая эту воронку создаёт. Какова природа этой силы? Я не знаю ответов на эти вопросы. Если кто-то из вас знает, то поделитесь в комментариях к видео. Я буду действительно этому рад. Может быть вы спросите у своих знакомых. А может быть у учителя физики. Я конечно не уверен, но сильно подозреваю, что вы поставите его этим вопросом в тупик. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Korney. Пока.